Питер! 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 Ты-то какой! Пьяный с утричка барин! Или с ночи не просыхал! А ещё в Питере убивать, особенно если Питер этот подозрительно напоминает викторианский Лондон. Не хватает разве что обкуренного Джонни Деппа. А вот свой Джек Потрошитель напротив имеется, но такой, низкобюджетный. Мне нужен человек, который объяснит, что это. Это ваше высокоблагородие яйцо, по-видимому, куриное. Именно фильм из ада служил источником вдохновения недавнему отечественному недоблокбастеру «Девятое». А вместе с ним и весь тот викторианский нуар с налётом мистики, который на удивление обильно расплодился за последние 20 лет, начиная с «Сонной лощины» Тима Бёртона. Это и «Шерлок Холмс» Гайя Ричи, «Багровый пик» Гильермо Дель Торо и, конечно, сериалы «Улица Потрошителя», «Страшные сказки» и «Алиенист». Но всё же основным фундаментом «Девятой» выступал другой отечественный проект — «Дуэлянт», с которым её многое объединяет. Тот самый болотистый Питер второй половины 19-го столетия, актёры Лосенков и Колокольников и студия «Нон-стоп-продакшн» продюсеров Сергея Мелькумова и Александра Роднянского. Почему же на такой благодатной почве выросла олиповатая жанровая смесь из привидений, расчленёнки, грошовой комиксовой анимации и невнятных гагов, на которую в среднем приходило по четыре человека на сеанс? А вы, небось, на клейстер клеили? А стоило бы на Сандаракову смолу. Ладно, расскажу, как помню. Что касается «Дуэлянта», то было кино не стыдное, оригинальное, но дорогое. Причувствуя успех, продюсер Александр Роднянский включил бизнес-смекалку и решил отбить вложения дважды, поместив в тот же самый антураж сразу ещё один фильм и таким образом сэкономить на уже разработанных локациях, костюмах, оружии и прочем при продакшне. Фильм «Девятая» — это попытка рассказать волнующую и сильную жанровую историю в декорациях Санкт-Петербурга второй половины 19-го века. Второй раз первый был в фильме «Дуэлянт», который мы сейчас завершаем. Однако случился внезапный поворот сюжета. «Дуэлянт» провалился, собрав 365 миллионов рублей при бюджете в 684. В очередной раз подтверждает тезис о том, что качество фильма и его сборы не всегда идут рука об руку. Ты говоришь только про деньги. Вину за провал повесили на режиссёра Алексея Мизгирёва, якобы сделавшего фильм излишне кровавым и драматичным для массового зрителя. Я накажу тебя. На его место позвали постановщика Николая Хамерики, более сговорчивого и способного идти у продюсеров на поводу. Резко поменялась и тональность проекта. Вот как изначально звучала заявка, на которую фонд кино выделял 200 миллионов рублей. Девятое. Необычный жанровый проект, в котором сочетаются элементы зрелищного современного фильма, с глубиной характеров классического триллера и напряжённой атмосферой фильма-нуар. На выходе же получился костюмированный балаган с драками, погонями и чертовщиной, который провалился ещё эффектнее дуэлянта, хотя и обошёлся в полтора раз дешевле. Господи, как в сказке. И всё это без особой конкуренции со стороны Голливуда. В те же даты шли не менее провальный терминатор «Тёмные судьбы», «Доктор Сон» и «Ангелы Чарли». По-видимому, экранным петербургским страстям российская публика предпочла ужасы реальные. На третий день проката девятой измойки выловили историка-расчленителя Соколова. Возможно, если бы не госсубсидии, Александр Роднянский продолжал бы успешно заниматься авторским кино. В конце концов, это же он реализовал «Левиафана», «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Дылду» Кантемира Балагова, «Человека, который удивил всех». То есть те немногие отечественные ленты, которые имели международные резонансы, попадали в Канны, Венецию и в номинации на «Оскар». Что же касается кино коммерческого, то здесь Роднянского чутьё пока что подводят. Единственный хит, совместный с Фёдором Бондарчуком «Сталинград», как раз-таки и закрепивший нон-стоп-родакшн в числе так называемых «лидеров индустрии», которые каждый год претендуют в среднем на 2,5 миллиарда рублей. Это львиная доля всех субсидий, выделяемых фондом кино. И получать их не то чтобы трудно. Лидеры пользуются особым расположением экспертов. Это хорошо заметно по трансляции так называемой «очной защиты проектов», где защищаться, как правило, приходится от вопросов шуточного характера. В заявке вы в собственных средствах продюсеру указали, что потратите 100 миллионов 498 тысяч 722 рубля 58 копеек. Мы точно. И вы настаиваете на этой сумме? Нет. Может быть, копейки мы не сумеем добавить. Всё это неудивительно, учитывая, что в экспертный совет входят главы почти всех мейджоров. Тот же Роднянский Бондарчук, Анатолий Максимов, Сергей Сельянов, Леонид Верещагин. Не хватает разве что Тимура Бекмамбетова, но у него, видимо, есть дела поважнее. И в точности как нон-стоп продакшн все кормятся за счёт своих считанных триумфов. Так у Тритэ Михалкова и Верещагина на один реальный успех вроде «Движение вверх» приходится провальный экипаж и «Солнечный удар». На одну успешную мультфраншизу «Три богатыря» у СТВ обнаруживаются регулярные неудачи вроде Садко, Урфина Джуса и Скифа. Art Pictures, может быть, и вышла в ноль со своим притяжением, но почти миллиард потеряла на мультфильме «Савва. Сердце воина». Это был такой своеобразный подарок продюсера Макса Фадеева сыну Савве на 18-летие. Убейте их! Если студии-лидеры показывают настолько нестабильные результаты, чем они заслуживают всех этих преференций? И почему в нашей киноиндустрии, раз уж ей не обойтись без бюджетных денег, не получается выстроить конкурентные условия? Ответ довольно простой. Это сильно нарушит давно устоявшееся распределение мест у кормушки. Так что фонд кино голосует против. «Садк» «Садк» Продолжение следует...